Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с вами говорим про маменькиных сынков. Какие они бывают, какие опасности подстригают и можно или нет с ними вообще выстроить отношения и их избранницы, их супруги, там девушки, жить вообще как-то там комфортно и счастливо. Не всё так однозначно. Вообще маменькиных сынков я бы разделила условно на два типа. Скажем так, безнадёжные и такие, с сильными чертами маменькиного сынка, но с которыми, как говорится, можно работать. Вообще, какие у нас типичные признаки маменькиных сынков есть? Это люди, которые психологически привязаны к матери. Они с ней советуются, они там от неё, от её мнения, от её настроения очень сильно зависят. То есть она во всех сферах жизни играет на очень большую роль. Это ещё, знаете, где-то какая-то психологическая незрелость, которая так или иначе проявляется. То есть эти люди действительно, они могут неплохие деньги там зарабатывать, они могут как-то любить свою работу и так далее. Но всё равно у него где-то вот в обществе либо какие-то подростковые черты проявляются, либо он где-то недостаточно смелый, либо этот человек, он, знаете, как... Ну, пожалуй, как бы, чтобы сказать так, чтобы не обидеть-то, да, где-то у него ершистость какая-то в обществе проявляется, где-то какие-то нереализованные амбиции, в которых он стесняется себе признаться. Бывает такое. Не все такие, но много таких, да, среди маменькиных сынков. Этот человек не доверяет институту брака. Мама ему с детства внушила, что бабы хотят тебе сделать плохо, они хотят тебя захомутать, никакая тварь-шкура тебя не достойна. То есть примерно вот какая-то такая линия. Ну, то есть нам можно даже куда-то в психологию не погружаться, но уже для нас ключевым звоночком является тот факт, что этот парень, в принципе, он долго живёт с своей мамой. Ему уже за 30, а он живёт с мамой под одной крышей. Да, конечно, он может говорить, что так экономически выгоднее, что я о маме забочусь, что так просто, удобно, я абсолютно независима и никаким образом вообще вот на моей личной жизни это не сказывается. Мама, наоборот, очень рада тому, что там, когда в моей личной жизни что-то происходит. Такие мужчины, у них, конечно, есть плюсы. Они достаточно такие хозяйственные, какие-то такие адекватные в общении, они умеют поддержать общение на женские темы, они очень хорошо умеют заботиться, там, таблеточки принести, массаж сделать и так далее, и так далее. Потому что они с мамой каждый день контактируют, они о ней заботятся. Они достаточно такие вот всё в дом, всё в дом, семейные. Это, безусловно, такой плюс. При матери они, конечно, чаще покладистые, но периодически у них назревает такой бунт. Я сам, ты мне указывай мне, ты мне это и так далее. Но всё равно они потом так или иначе под какой-то её прессинг там вольно или невольно попадают. То есть почему вся эта история произошла? Ну, потому что у них и дефицит общения с ровесниками очень часто происходил. То есть они настолько были погружены в учёбу, в взаимодействие с мамой, в следование каким-то вот её представлением о том, каким он должен быть. То есть у них очень часто немножечко даже недоразвитые какие-то черты характера. То есть там к тем же своим там 30-40 годам они могут, ну, как-то вот думать, говорить, рассуждать во многих сферах, как, ну, уж не как подростки. Ну, как, допустим, там, 18-20-летний, к примеру, парни. У них очень сильная идеализация бывает. Для них, конечно же, мнение мамы очень важно, её одобрение. Даже если они могут как-то ершиться, то всё равно, ну, они так или иначе, они будут очень сильно переживать, если она будет против. Кто она, мама такого мальчика? Это очень часто женщина, у которой личная жизнь с супругом или там с отцом ребёнка и или, да, она не сложилась. То есть или она его передавливала, или он как-то сильно её разочаровал. Ну, вот, это женщина, которая, по сути, по своим каким-то лекалам воспитала себе любимый человек. Он для неё проекция всего на свете. Её мужа и, возможно, её отца, которого у неё также никогда не было. Таких женщин, кстати, особо не бывает подруг. Бывают приятельницы, бывают какие-то женщины там с работы или клиентки, с которыми она, ну, как бы, держит лицо, может там попить чай, поздравится с праздником, там, незначительными какими словами обмолвится, но она никому не доверяет. Они с ребёнком вдвоём все праздники празднуют, то есть там, несмотря на то, сколько там ребёнку лет и так далее. Она, вроде как, желает счастья своему ребёнку и говорит, вот, давай внуков, девочку себе хорошую найди, там, женщину себе хорошую найди и так далее. Но она подсознательно от него всех отталкивает, и она делает всё возможное, чтобы уберечь своего сына, и в ней всегда будут вот эти вот противоречия. Ты, как бы, недостойно занять моё место, да я для него столько сделала за столько лет, а тут ты хочешь, как бы, всё это забрать себе, тут вот так или иначе вот эта вот линия будет. Есть мамы более авторитарные, которые просто скажут, ну, нет, ты с ним не будешь. А есть мамы, ну, более такие, наверное, хитрые, что ли, которые постоянно там болеют, которые как-то вот, ой, это твоя вот невеста-то, она такие мне слова ведь нехорошие сказала, я так переживала, тебе говорить не хотела. А она вот, представляешь, я прям даже не знаю, что думать, ну, нет, ты её не вини, она ж, наверное, вот воспитывалась в такой семье. А есть просто мама, которая могла сказать, ты не будешь с моим сыном, я всё сделала, чтобы с ним не была. И так далее. Там очень разные линии. Я вам, знаете, что я сейчас хочу сказать? Я вам хочу две истории рассказать про маменькиных сынков. То есть так получилось, что в моей жизни была такая история, ну, сложно назвать это отношениями, скажем так, такой человек за мной ухаживал, и в период завершения этих ухаживаний, инициированного мной, я очень неприятный какахи в свой адрес получила, и от него, от его мамы. То есть это был вообще классический маменькин сынок. Я даже не знала, что в принципе в моей жизни такая история может произойти. Вот никаким боком я не думала. Сейчас расскажу. Я тогда заканчивала университет, ну, на последний курс учусь, первое своё ещё образование в своём городе. То есть сколько мне тогда лет-то было? Вот, наверное, 21-22, вот как-то так мне было. Был у нас преподаватель. Преподаватель неженатый, без детей, очень такой интеллигентный. Ему на тот момент было, ну, так, за 30. Я уже не помню, сколько ему лет было. Ну, то есть вполне молодой мужчина, чистенький такой, очень там, хорошо говорил, очень вежливый. И как-то я поняла, что он ко мне проявляет определённый интерес. А я ещё диплом у него писала. Ну, я сама вызвалась, потому что я действительно очень... Ну, он такой как преподаватель, он неплохой был, очень такой структурный, адекватный. Вот, я ещё диплом к нему вызвалась писать. Мы с подружкой к нему пошли писать. Я смотрю, всё, у него как-то глазки бегают, он всё как-то около меня задержаться хочет. И он как-то, знаете, так наивно за мной ухаживал. У меня там был период, когда он за мной ухаживал, был период, когда у меня как бы не было постоянного парня. Там я с одним человеком рассталась, тоже там ещё были люди, которые определённый интерес ко мне проявляли. Вот, ну, в принципе, я не считала ничего такого зазорного в том, чтобы там некое общение с ним поддерживать. Я, конечно, понимала, что я ему нравлюсь, я ему симпатична, но обещания я ему никаких не давала. То есть, здравомыслящий человек в возрасте 30 плюс, ну, как бы понимает, как я думала, что, ну, есть некий такой период отношений, когда люди ничего друг другу не обещают. С его стороны не было там каких-то дорогих подарков. Ничего он для меня такого важного в этой жизни не делал. Он очень наивные знаки внимания мне делал. Опять же, вот она, да, психологическая незрелость. То есть, как будто он, знаете, подросток какой-то. То шоколадочку мне принесёт. Стихи мне писал. Стихи там такие были, ой-мля. То есть, ну, я делала вид, что да, мне приятно. И там такая нудь была. Это вот, опять же, вот она детскость. Когда-то он что-то писал, и он маме зачитывал, она, видимо, им дико восхищалась. И он с чего-то взял, что это, ну, какие-то там достойные стихи. Ну, на мой вкус, это какая-то нудь странная, ну, ладно. Стихи он мне, значит, писал. Я потом, ну, я обучилась и работала. То есть, я работала в торговом центре на тот момент, уже там в службе маркетинга, которую я позже возглавила. Вот, и он жил там рядом. И он раз ко мне там что-нибудь может прибежать там в перерывчик, ананас мне купить, раз вот принёс ананас. Ну, то есть, какие-то такие, знаете, ухаживания были там. Они не были какими-то высокозатратными и так далее. Ну, принёс, принёс. Ко мне и другие люди ходили. Не ананас приносили, а как минимум там букет цветов, что-то ещё. Как-то, ну, нормально это для меня было. И другие знаки, внимание, в моей жизни были посерьёзнее. Вот, значит, вся эта история как-то текла-текла. Наверное, пару раз мы с ним, ну, им тоже сходили на свидание. Ну, да, прогулялись. То есть, он там какие-то разы встречал меня после работы. Потом мы как-то с ним на речку вместе тоже пошли, покупались. Как-то всё было так по-дружески и так далее. И, в общем-то, зашёл у нас с ним разговор о том, что, ну, вроде как он мне предлагает встречаться, что он вот заботится обо мне и так далее. Действительно, у нас был период, когда он, ну, как бы помог. Ну, тоже заботу какую-то мой адрес проявил. Я, у нас главной офис там в Нижнем, в городе в другом был. И я тут поздно, так помню, на работе, не помню, там задержалась, возвращалась. И он приехал такой на вокзал, на такси меня встретил. Хотя, в принципе, я и на транспорте доехала бы. Это уж не вот какая-то глубокая ночь была. Ну, то есть, были с его стороны какие-то такие адекватные, приятные жесты. Что он про свою личную жизнь рассказывал? Долго он встречался с девушкой, у неё пытался, по-моему, жить. Нет, не жить, ночевать, но ходил с ром к маме. Но эта девушка не нравилась маме, потом девушка уехала в другой город деньги зарабатывать. И как-то у них всё, ну, как-то разошлось, да. Потом у него тоже были какие-то такие влюблённости, причём студенток тоже. Как-то я тоже там мимо ушей пропустила. Но были тоже у неё истории, но тоже они ничем таким не закончились. Как-то всё разошлось. И вдруг, вдруг, вот чувство ко мне, да, я в глазах была такая вот принцесса, да. Плюс им нравилось то, что я там в плане карьеры двигаюсь. Вот какая-то независимость. Плюс я тогда вот готовилась поступать в аспирантуру. Ну, ждала, как студент закончил. То есть, конечно же, это всё с его точки зрения меня с положительной стороны характеризовало. И, значит, как-то вот зашёл разговор о том, что он хочет со мной встречаться. У него там мой адрес, некие серьёзные намерения, чуть ли там не любовь и нет. Но я ему сказала, что я как-то пока вот не рассматриваю его, в принципе, как мужчину. Ну, и что я вот в ближайшее время планирую там с, ну, другим человеком там время провести. Я как бы от него это не скрываю. Ну, не было ничего такого. То есть, с моей стороны, чтобы я ему там какие-то обещания дала. Он расстроился, он обиделся, он сказал, что я сломала ему жизнь. Что просто я очень мега там себя непорядочно вела. Он, оказывается, столько в меня вкладывался. Только я вот не знаю, это вот эти вот шоколадки, что ли, были этими вложениями. Так он их, скорее всего, даже не покупал. И мы их, наверное, студенты благодарные дарили. При том, что у нас с ним было дружеское общение. Причём я ему, кстати, тоже услуги оказывала. Он мне как, например, припёр стопку рефератов. Слушай, а проверь, помоги мне, пожалуйста. Я там читала рефераты, рецензии на них какие-то ему делала. То есть, я не могу сказать, что, ну, уж прямо на руках он меня носил. То есть, он начал мне это предъявлять. Начал мне какие-то ультиматумы устанавливать, что вот ты подумай, там, что ты теряешь и так далее, и так далее. Ну, я говорю, как бы, я тебе там никаких обещаний не буду давать. Мне там сложно что-то такое оценить. Просто если у тебя там прям все какие-то серьёзные намерения, ну, я тогда тебе просто говорю, нет. Хочешь дружить, ну, конечно, мы можем с тобой дружить, но я не очень понимаю, как это всё будет складываться. Потому что, как мужчина, я тебя, ну, как-то не очень вижу. Вот, ну и ладно, я-то думала на этом всё. Он разобиделся, мне какие-то прощальные смс-ки писал. Вот. А потом, ко мне на работу, в торговый центр, в мой кабинетик, пришла его мама. Я была в полном шоке. Она сказала, что она, его мама, а я с ней до этого познакомилась, я вам тоже расскажу сейчас. Она сказала, что я разбила жизнь её сыну, что я такая непорядочная тварь. Я не должна работать в таком хорошем месте. А это действительно лучший торговый центр в нашем городе. Но я, как бы, на тот момент уже была там специалистом. Вот. Я не должна работать в таком хорошем месте. Она пойдёт к моим руководителям, это скажет о моём руководителе. Она сидела за стенкой, слушала и ржала над этим. Причём мне странно было бы представить, если бы она всё-таки дошла до собственников наших. Ну, какая бы там история была бы. Но её, в общем, выбили с охраны. Она тоже сначала такая, пойдём поговорим. Я говорю, у меня с вами не о чём разговаривать. Если у нас там с этим ещё, ну, с сыном вашим какие-то будут вопросы, мы их сами обсудим. Вот. Я говорю, я вам там никаких обещаний не давала и так далее. Ещё она о чём кричала? Я кричала, что он до меня до хера денег потратил. Что я должна это всё компенсировать. То есть, не знаю, может, не правда. Надо было там, ну, скрести в сумке мелочи, отдать какой-то им за эти шоколадки. То есть, ну, уже жуть какая. Вот. В общем, вот такое у меня с ней было знакомство. Больше я её не видела. Я не знаю. Я как-то в городе видела её. Я когда на служебной машине на хорошей ехала с водителем. И она как-то так шла там где-то с собаками гуляла. Как-то она недобрая очень на меня посмотрела. И вот вся она подумала, вот тварь, нашла себе кого-то на машине на хорошей. Вот. Женщина вообще жуть. А, познакомимся с ней вот при каких обстоятельствах. Она меня как-то... Ну, она знала, что мы с ним общаемся. Она меня как-то с электрички встретила и проводила. И что-то такое мне говорила, что она считает меня слишком незревой для её сына. И так далее. Это вот как раз у нас было до разговора с сыном её вот эта встреча. И что она видит для него женщину постарше, посерьёзнее. Её очень удивляет, какого хера он так обо мне заботится и таскается, как списанный торг, как она выразилась. Она мне сказала, что я, ну, не настолько хороша собой и умна, чтобы я, в принципе-то, ещё какие-то требования к мужикам предъявляла. Что она в свои годы была красивее, умнее и перспективнее меня. Но она такие требования не предъявляла. История мамы его. Кратко. 27 лет вышла замуж за какого-то там инженера. Она сама врач по образованию. То есть мужчина такой привлекательный, тоже интересный. Прожила с ним, наверное, год больше. Он от неё ушёл к другой женщине. Дома он больше не появлялся. Он квартиру отписал сыну. Ну, он, ну, по-моему, юридически они не разводились с ней. Но он порог не переступал. С сыном общался по телефону. Или когда он уже был взрослее, он там как-то, по-моему, ходил к нему. Всё, общения не было. Насколько я поняла из рассказа вот парня этого, что был какой-то момент, когда она вроде даже как хотела назад сойтись с вот этим вот отцом. Но он сам не захотел. И у неё серьёзных мужчин в её жизни больше не было. Были там какие-то сработы, которые её с праздниками поздравляли и так далее. Но она кремень. Она всю себя светила испытанию ребёнка. У них ещё была бабушка больная долго. Она, конечно, за бабушкой ухаживает. Ну, действительно, респект ей и сыну. В этом плане они молодцы. Они очень там животных, кстати, они любят. Они собаку там на улице подбирали. Вот в этом плане они любят, конечно, такие добрые, отзывчивые. Вот. Но история классическая. Она медик. Она руководит где-то там отделение. Ну, как сел на одно место в свои там неполные 30, так всю жизнь до своих там 60-70 сидит на этом месте. Очень свою работу любит. Считает себя просто мега уважаемым там каким-то человеком. Периодически сыночку каких-то там женщин из своей больнички притаскивает знакомиться, которая ей с её точки зрения нравится. Но сыночек как-то вот не реагирует. Ему всё как от принцессы нужна, которая, видите, оказалась недостаточно достойна и хороша собой. Вот. Значит, вот такая у него мама. Сложно сказать, насколько она там в молодости была красивой, но она такая худоща. Потом у неё там какие-то проблемы со здоровьем начались. Но, в общем, мне кажется, она до сих пор жива, здорова. Сложно сказать. Я за этой семьёй не слежу. Сколько лет-то прошло? Лет, наверное, ну, получается лет. Почти 15 лет прошло с момента вот этой вот. Истории. В общем, потом ещё случайно я узнала. Тоже мне тут своих... Потом он меня завалил какими-то смс-ками дебильными, письменами. А тогда телефоны-то какие были. Не вот как сейчас, там, когда вы можете длинные сообщения отправить. А когда каждое сообщение по 60 знаков, оно когда приходит, оно пиликало. Потом тры-дры-дры, тры-дры-дры. И он мне вот такие просто гвалял. Короче, оказалось, когда мы с ним общались, мы тогда ещё у нас период был, мы общались по городскому телефону в том числе. Когда мы по городскому телефону общались, она снимала труп в своей комнате и слушала, о чём мы общаемся. Она перечитывала стихи, которые он мне написал. Она его, оказывается, подробно расспрашивала, там, кто я, чем я занимаюсь. Он ей отчитывал. Она какие-то характеристики, оказывается, на меня давала. Причём я это всего не знала. И так далее. То есть вот он, классический вариант. Я не знаю, он сейчас, этот парень, женился или нет, но у нас так получилось, что моя там дальняя родственница, она живёт недалеко с ним. То есть так она говорит, он с мамой и живёт. И там периодически тоже какие-то вроде как гуляет. Он встречается с какими-то девушками, женщинами, но человек уже, считайте, полтинник или сколько. И без вариантов. Причём что-то она мне ещё ведь предъявляла. А, вот что, я его не жалею. То есть я его как бы должна жалеть. Вот ты ему сказала, что мужчина должен расти по карьере. А, типа, любящая женщина должна сказать, отдохни и работай поменьше. Это что же, ты бы его всю жизнь, что ли, так тюкала? Ты, типа, давай сама работай. Вы что, там, трындец. Я уже за давностью лет не помню всего чего от того, что она мне за вот эти две встречи вывалила. Но было так. Он дальше меня мучил, как мучил. Он писал, что он покончит с собой. Он писал мне, что он в милиции, что я должна его из этой милиции выдавить. Ну, как-то вызвали, но я не реагировала. Он потом писал, что какая я тварь, я даже на это не реагирую. Он писал, что я ему сломала жизнь и так далее. Но я говорю, там не было вообще никакой истории. Мы с ним даже не целовались. Ну, пообщались мы и так далее. Причем, в ходе нашего общения я всегда ему говорила, что, ну да, ко мне определяют интерес другие мужчины, и я нахожусь в поиске. То есть, представляете, вот какая вот эта вся незрелость. Но я говорю, я тоже здесь была не права. Сейчас, когда я взрослее, я бы, в принципе, даже с таким человеком бы настолько жесткую дистанцию установила, чтобы лишь бы вот никаким боком ничего не зацепить, чтобы потом ничего не воняло, как говорится. Но тогда для меня это все было как-то так легко и естественно. К тому же, действительно, он на фоне там других людей, но выглядел вполне таким интеллигентным, приличным. Если бы вот не вот это вот скатывание в какие-то такие личные отношения, то мы реально с ним просто хорошими друзьями могли быть. Он бы мне как друг, как человек, с которым мы там что-то по научной нашей сфере могли бы обсуждать, он бы мне действительно был бы интересен. Он правда хороший, интересный человек. Но вот эта вот личная история, инициированная им, она очень нам помешала. В общем, я бы очень увидела, что такое маменькин сынок, мать, которая вот так вот бесцеремонно лезет к девушкам, которые они вообще ни слухом, ни духом, которые контролируют каждый его шаг. И сколько уже лет прошло, мы видим, что он по большому счету несчастлив, и ничего там в его жизни не изменилось. Не знаю, когда она умрет. Да, возможно, кто-то его там захомутает. Но ждать столько лет, пока она помрет, так вся твоя жизнь пройдет. Ну, в общем, причем мне моя мама, меня очень удивила в этой истории. Я думала, он будет говорить, ну ты за него держись, он порядочный такой. Она мне, так, чё, маменькин сынок, всё, не связывайся. Сколько ты от такого наплачешься, ещё будет тебя какая-то тут мать притыкать и так далее. Прямо спасибо моей маме. Потому что мне тоже там было мало лет, у меня периодически ещё как-то вот тогда проскальзывал какое-то чувство вины, то есть, может, я хорошего человека обидела, да, вот. Может, я правда что-то не понимаю. И слава богу, что вот вся эта история в моём прошлом оказалась. А ещё потом, я уже когда встречалась со своим мужчиной, он пытался выйти к нему на разговор и через нашего общего знакомого пытался организовать встречу. То есть, он в этом разговоре хотел сказать, какая я непорядочная, какая я корыстная и так далее. То есть, представляете, какое гнильё какое-то, да. То есть, я не знаю, это мама его была инициирована или нет, но мы поражали над этим его желанием. Ну, слава богу, мне адекватные люди меня окружают. То есть, ну вот, понимаете, сколько всего я хлебанула. Я эти шоколадки-то его не ела, я сама их кому-то передавила. Так что, ни хрена я никакой выгоды не получила. Вот так вот поигралась, а потом ещё такой эмоциональный негативный душ получила. Другая история про маменькиного сынка. Она более короткая, и она как бы как раз не про вот этого полного, классического маменькиного сынка, которого я вам описала, а про такого, скажем так, среднего, адекватного у нас в подъезде. Мама с сыном жили, у неё муж умер достаточно рано. Она сама в налоговой работе работала, сейчас, по-моему, работает. Она, наверное, какой-то такой начальник, но не очень крупный, но женщина такая, уважаемая, зарабатывает неплохо. Сына тянул на себе, он такой у неё не сказать, что особо интеллектуальный был, ещё и внешне такой прям вообще непривлекательный, жаба какая-то. Вот. Но тянула, учила его, пристроила его куда-то на работу. Ну, что-то типа там электриком каким-то, что ли, и так далее. Хотя она всегда мечтала, чтобы он там какую-то руководящую должность занимал. Но чтобы сын, скажем так, был не хуже других, и так далее, она машину, джипец купила. Хату она ему свою трёхкомнатную оставила, сама переехала в хату поменьше. У неё там ещё квартира была. Она пыталась сама ему девушку найти. Когда у неё было агентство знакомств, она подсовывала его анкету с фоткой и со своим телефоном, чтобы девушки звонили ей. Она только рада будет, если они с её парнем, ну, сыном с её пообщаются, познакомятся. Но что-то так никто не заинтересовался у меня заочно. Маме звоните и знакомиться. Вот. Долго он у неё болтался, но где-то уже, когда ему тоже так было, наверное, за 30, ну, 30, может быть, 32, девчонку встретил, женился, ребёнка родили. Девчонка тоже, конечно, прям не красотка, мягко скажем, прям вот такого же типажа, как он. Но им квартирку сразу, считай, мама и так освободила. Ребёночка родили, он там же работает, и вроде у них нормальная такая адекватная семья. Не сказать, что она постоянно там время проводит, она именно вот, когда, ну, они просят, она помогает с ребёнком. Ну, то есть, к какой-то такой адекватности они пришли. То есть, это вот, ну, не безнадёжный случай. Конечно, я не знаю, как у них что там во всех глубинах в семье развивается. Но, тем не менее, в общем, могут быть и достаточно такие неплохие схемы. И когда мама всё-таки адекватная. Там, видите, какая история. Там же мама, она изначально-то не была одиночка. Когда муж умер, уже сыну её было там достаточно лет. Он не был младенцем там каким-то и так далее. Она сама человек, который же там большую часть жизни прожил в полной семье. И, видимо, она того же своему сыну и желала. Чем могла она, тем ему помогла. Так что, понимаете, вы тоже тут, когда вот на вашем пути такой мужчина встретился. Или когда вы сами, возможно, мама, у которой такой ребёнок. И вы вот начинаете себя голодать и оценивать, да, стоит, не стоит вообще вот гайки-то закручивать или отпустить. Вы просто оцениваете в той же степени. Это здорово, когда ребёнок близок к матери, когда он с ней советуется. Ничего там такого нет. Но когда живёт вместе, когда какая-то такая зависимость есть, ну, блин, вы свои какие-то там эгоистические потребности удовлетворяете. Или вы хотите, чтобы ребёнок у вас был счастлив. Потому что я вспоминаю вот того своего маленького сынка, который за мной ухаживал. Да ни хера он был несчастлив. Он плакал много. Он постоянно в страданиях находился. У него ни одних счастливых отношений не было. То есть, ну, незрелый человек эмоциональный, вот так вот зависимый, что он там в своей жизни выстраивает. Хотя тоже я вот в защиту таких парней, что хочу сказать. Они ведь романтики. Они могут быть уступчивыми и гибкими. Они могут вести диалог. Они, вот, как я говорила, уже заботливыми могут быть. То есть, если вы, в принципе, ну, как бы не хотите какого-то некого такого доминанта для себя, то может быть это вариант, как говорится, с которым можно работать, тем более слезть у вас в ней, там, взаимные чувства и так далее. Но, конечно, они очень часто безинициативны. Они требуют к себе повышенное внимание. То есть, это ваш вечный ребёнок. Тут по-другому никак. Они очень часто не переживают вот этот период, когда родился ребёнок. То есть, для них это вообще какой-то кошмар, какой-то ужас. И как это не он сам теперь главный. Они боятся принимать решения. Мама так или и так, ну, на него будет влияние оказывать. Вот какие рекомендации могу дать, если вы там рассчитываете как-то продолжать эти отношения. И рассчитываете на, ну, там, какую-то такую ровную, более-менее понятную историю вашей жизни. Вот по поводу своей крови, то тоже 50 на 50. Хорошо, если она у вас живёт далеко. Тогда можно выбрать тактику, что вы терпите, когда она присутствует с вами. Вы с ней якобы дружитесь, там, смотрите в рот, признаёте её авторитет, признаёте её первое место. Но когда она не рядом с вами, вы, ну, скажем так, влияете так, как считаете нужно влиять на этого человека. Но если она рядом, она постоянно бегает, она постоянно присутствует в вашей жизни, то здесь нужно обсуждать границы с самим человеком. То есть, допустимо-недопустимо, чтобы она там в дом приходила, там, звонить-не звонить, как часто вы с ней видите, что ей можно-не можно. Как у меня коллега одна рассказывала, ну, у неё там не свекровь, там бабушка, мужа её была. Она жила несколькими этажами выше. Ну, она не особо часто к ним ходила, но, говорит, она, в воскресенье, я сижу в туалете. Выхожу из туалета, бабушка по квартире ходит. Ой, Наташенька, я вот зашла захватить мусор у вас, сейчас выкину, да дальше пойду. Вы чай спейте ещё и пошла. То есть, что это было? Причём, ну, как бы, не было у них такого, что прямо вот она к ним вхожа в квартиру была. Но, тем не менее. Так что, чтобы вот в вашей жизни вот этого кашвара не было, обговаривайте границы. Если мужчина не идёт на какой контакт, если мнётся, то тут я не знаю, насколько вы готовы вообще вот это всё терпеть. Дальше только хуже будет. На что ещё обратить внимание? Смотрите вообще, есть ли какая-то динамика в ваших с ним отношениях. Всё-таки часто бывают такие истории, когда получается, скажем так, ну, сделать так, что человек больше к жене прислушивается. Что он уже как-то осознаёт вот эту свою роль. Но это только вы можете отследить. Если положительная динамика есть, то действительно да. Тогда вы можете, как говорится, на что-то надеяться. Что ещё важно? Ну, конечно, важно в открытую не конфликтовать с своей кровью. Если она хитрит, если она там притворяется больной постоянно, ещё какие-то такие у неё выпады, в вашу жизнь лезет. А вы пытаетесь её перехитрить тогда. Болеешь? Да, ну всё, мы в санаторий положим. Вот мы врача вам вызвали. Может, вам сиделку тогда нанять. И так далее, и так далее. Открытая война тут не нужна. Я ещё раз говорю, это хуже только будет. Чётко обозначайте личные границы. И смотрите, насколько это вообще там безнадёжный, небезнадёжный вариант. Конечно же, вы сами должны быть самодостаточной, чтобы когда понимали, что уже там лучше не стало, да, в этих отношениях, что вы могли легко уйти. Такой вариант развития событий должен быть в вашей голове. Иначе вы там в вечной какой-то кабале будете. Ну вот, в общем, конечно, не всё так безнадёжно, но и сильно какой-то такой истории радоваться не получится. Хорошо, если у вас с вашим мужчиной, вашим там супругом есть какой-то общий интерес, когда реально его что-то увлечёт. Потому что секс с сексом, понятно, что это вы ему даёте. Но хорошо, когда он просто чем-то таким интересным занят, и вот это вот его как-то будоражит, и вы являетесь отражением вот этого, да, тут действительно есть такие примеры, когда люди больше вовлекаются в советский бизнес, какой-то хобби, а вам уже остаётся просто человеком, о котором он там должен заботиться. Вот это тоже ещё путь. Так что не всё так однозначно. Если хватит вам терпения, какой-то мудрости, если мужчина в целом адекватный будет, то отношения, да, можно построить. Друзья, если вам нужна моя помощь как психолога, приходите ко мне на онлайн-консультации. Мои контакты указаны внизу под видео. Также заходите на мой сайт verabok.ru И я есть почти во всех основных соцсетях verabok.ru. Так меня ищите, добавляйтесь в друзья. Пишите внизу в комментариях темы и истории, которые вы ещё хотите, чтобы я разобрала на своём канале. Всем пока! Всем до скорых волнущих встреч!